Добрый вечер! В эфире программа «Госком кругу» и с вами я, Гелла Васадзе. Немного о нашей передаче. Нам бы очень хотелось, чтобы эта передача стала беседой друзей. Причем беседой друзей не только тех, которые сообразуются в студии, но и тех, которые присутствуют вместе с нами у экранов своих телевизоров. Надеемся, что эта беседа будет иметь продолжение в интернете, как на сайте первого информационного кавказского телеканала, так и в блогах. Гостями нашей программы сегодня являются Георгий Джихая, самый известный блогер в Грузии, экономист-либертарианец Авигдор Жардени и литератор Фенатин Джаванадзе. Сегодня темой нашей программы является тема грузинских реформ и насколько приемлемы грузинские реформы на постсоветском пространстве. Понятие грузинской реформы очень прочно вошло уже в сознание тех людей, которые интересуются политикой на всем постсоветском пространстве. В принципе, те, которые так или иначе интересуются Грузией и владеют русским языком, они уже ассоциация с грузинскими реформами, она существует достаточно прочная и плотная. Все-таки, вот сейчас хотелось бы спросить каждого из вас, что для вас грузинские реформы? Для вас, например, Георгий. Ну, лично для меня это простота во многих сферах. Например, сегодня можно пойти в гражданский реестр и можно получить заграничный паспорт в течение или часа, или в течение пяти дней. То есть простота или упрощение? Простота. Ну, упрощение можно так назвать. То же самое в работе с недвижимостью, то же самое с растаможкой товаров, машин. Георгий, можно сказать так, что грузинские реформы стали, то есть реформы, которые проводятся в нашей стране, делают жизнь обычного рядового человека комфортнее? Да, можно сказать так. Это все направлено, само собой, на комфорт и легкость работы с обыкновенным гражданином, который приходит и все у одного окна может получить любую информацию, любое обслуживание и любое дело может произойти в течение часа. А Виктор, а для вас, как вы видите, реформы? Я могу сказать, я в 2001 году побывал в Грузии. Это мой родной город, Тбилиси, город, который для меня очень много значит. Я шел по этому городу и в момент, была длинная история, наверное, можно будет как-нибудь ее рассказать. Я, оставляя этот город, сказал, что все, это не мой город, это не моя страна, здесь делать нечего, я сюда больше не вернусь. Да, мы все помним эту ужасность. По семейным обстоятельствам мне пришлось сюда вернуться в 2005 году. И в 2005 году я был поражен этими фантастическими изменениями, которые прежде всего в тот период не так уж были очевидны. Это сегодня, это выразилось в каких-то физических изменениях. Но я был поражен изменением каким-то ментальным. Сегодня мы можем увидеть, что в Грузии бывает уникально, когда возникает закон, скажем так, возникает закон по тому, что должны люди застегивать ремни. Нравится мне закон этот, не нравится, но впечатляет другое, что на следующий день все начинают застегивать ремни. Что самое интересное, если бы лет 10 назад этот закон ввели, ну, во-первых, его бы никто не выполнил, естественно, это понятно, никто бы не выполнил. Он был этот закон. Он был? Его отменили как раз после революции РОС, насколько я знаю, его отменили, чтобы гаишники не брали взятков за то, что никто не знал. То есть временно упразднял. И вот я хочу сказать, я договорю уже тогда, что я хочу сказать, как раз, что это меня поразило, что эта страна стала как-то функционировать. То есть, неважно, нравится мне закон, не нравится этот закон. Я увидел, что... Закон опослушный. Да нет, не вополный, не вополный. Здесь возникла система, которая как-то может работать, которая как-то управляема. То есть я увидел, что возникла какая-то другая ментальность. И вот эта часть реформ для меня наиболее потрясающая, вот это ментальное изменение. Спасибо. Ментальный перелом, это очень важно, отринать, знаете, вот личное восприятие самих реформ. Любой человек, прежде всего, оценивает реформы по тому, каким образом они касаются лично его, его, его семьи и так далее. Ну, все, безусловно, со мной согласятся, что в первую очередь полиция, это никто, даже самые ярые противники не могут отрицать, правильно? Опять же, то, о чем говорил Георгий, это все институты, с которыми нам приходится общаться, вот без массы каких-то бюрократических препон, и все это делается очень быстро. Реестр, растаможка, что там еще, налоговую мой муж очень хвалит, ну и так далее. Что касается всего остального, да, ментальность, она очень медленно, правда, ну для нас медленнее, потому что мы тут все время непрерывно жили, понимаете? Это когда уезжаешь, вдруг приехал, значит, этот разрыв очень виден. Мы здесь живем все время, поэтому ментальность, она для меня медленно меняется, правда, меняется, но вот медленнее, чем хотелось бы. То есть, речь идет о функционерах, мы все говорили о внешней какой-то стороне реформ, так или иначе, то есть, как она изменила нашу жизнь. Ну да, то, что очевидно. А теперь хотелось бы перейти уже на более конкретные вещи, ведь любая реформа, любые реформы, они состоят из нескольких составляющих. Первое, это политические аспекты, они необходимы, то есть, без них невозможно. Второе, это экономический блок, и третье, вот это тот самый ментальный перелом, и я бы сказал бы так, он очень тесно связан с социальной жизнью людей. Вот это. По поводу политических реформ у меня, прежде всего, вопрос к Георгию, в силу того, что к нему в блок заходит ежедневно очень большое количество народа, и нужно это отметить, что у Георгия абсолютно свободное обсуждение идет, и корректное обсуждение, что, кстати, не характерно для вообще нашей благосферы, потому что мы как-то радикальны, и радикальные товарищи тоже нам противостоят. А вот у Георгии идет очень хорошее корректное обсуждение, и в итоге получается так, то есть, как воспринимают реформы политического спектра, я имею в виду в данном случае, вот новую конституцию возьмем, например, или вообще, то есть, реформы направлены на сознание гражданского общества. Насколько они воспринимают, те, которые живут на постсоветском пространстве, эти реформы в Грузии, и как они видят их? Надо сказать, что в самом начале, когда я начал писать про реформы в Грузии, люди не верили этому. Когда я начал писать, что в Грузии не берут взятки, они говорят, что не может быть, как полиция, ГАИ, может не брать взятки. Это не может быть. Ну, когда говорю, что так, 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 ну, не верят. Ну, приглашали же их в Грузию наверняка, да? Это со временем уже стало известно, что приезжают люди, правда, не нужно. То, что были очевидцы, которые независимые люди, которые не слились. Я всегда говорю, что самое главное, что произошло у нас, произошло ментальное изменение в сознании людей. Выросло целое поколение людей, начиная с детей уже, которые повзрослели, которые не умеют давать взятки. У нас как в школе давали взятки, потом университет давали взятки, потом на работу приходишь, там даешь взятки. И везде взятки. Сейчас этого нет, это целое поколение выросло, которое уже не умеет это сделать. И про Грузию говорят уже в положительном плане, даже в самой России, стране, которая оккупировала часть нашей территории. Они сейчас даже от позиции выходят на улицы и говорят, что с плакатом написано, требуем реформу полиции, такую, как в Грузии. Да, есть, кстати, интересный случай, мне рассказывали, что многие таксисты в Москве, не таксисты, водители вообще, в Москве говорят, что типа того, когда их останавливают, там не берут взятку. А вот в Грузии не берут взяток. Недавно из Москвы приезжали. Удивляет такое. Это понятно, но с другой стороны, многие из тех, кто не верит, это те люди, которые не хотят верить. С другой стороны, нам же все время ставят в упрек, а вот вы недостаточно демократичны, а вот у вас этого нет, вот у вас выборы, может быть, не так, как положено идут. Вот, ну и так далее. Вот эти упреки, они постоянно как-то... Да, ну это само собой. Слышны. От этого не уйти. Сейчас нельзя заставить человека поверить, что у тебя здесь демократия. Конечно, здесь и у нас тоже не все облачно, не все у нас... Идеально. Идеально. Ну и нельзя сказать, что у нас такая демократия, как в Америке. Но у нас развивается что-то. У нас есть подвижки в гражданском обществе, у нас есть подвижки в Конституции Грузии, когда у нас будет больше власти, дается парламент. Вы действительно считаете, что вот это премьер-президент, вот это разделение, это подвижка положительная? Считаю, что да. В будущем. Мне интересно мнение Викдора по этому поводу. Я жестко считаю, что это очень неправильная, очень неправильная тенденция, абсолютно ошибочная. Но это уже другая тема. Я сторонник демократии, я сторонник республиканизма. Масса людей не отделяет одно понятие от другого. А понятие настолько противоположное, что когда-то люди убивали друг друга, потому что считали слово демократ синонимом грязного оскорбления. И это один из тех людей, который был основателем Соединенных Штатов и так далее. То есть это далеко не столь однозначно. И, к сожалению, эти слова стали сегодня синонимами. Другая тема. Но, кстати, то, что мы сегодня обсуждаем, хорошо это или плохо. Умеется в виду другое. Народное представительство – это прекрасно. Иначе ничего не может быть. То, что мы сегодня обсуждаем, хорошо это или плохо, это какой-то шаг по направлению к гражданскому обществу. Вы согласитесь со мной, хотя бы в той части вы согласитесь со мной, что мы сами, к сожалению, то есть не то, что наши власти или наша оппозиция, само общество пока еще не дозрело до реальных институтов гражданского общества. Ну, естественно. Как это может быть по-другому? У нас у всех есть прошлое. Это мы, ну, определенная часть общества, большая часть общества выросла, родилась и выросла, и жила, и сформировалась при той формации. И это из себя вытравить совершенно невозможно. Ведь всем известно, что люди, которые, вот старшего поколения, они так и не смо... Это было невозможно. Нужно иметь невероятно лобильный мозг и лобильный психотип, чтобы адаптироваться к новым условиям. Правда? Есть единицы. А уж наше поколение, нельзя сказать, что потерянное, но очень многим из нашего поколения, вы сами знаете, пришлось сломаться, потому что, ну, вот это пограничное, 45, вот так. Меньше, уже проще. Да, они легче адаптируются. Да, но дело в том, что все-таки я считаю, что вот дети, например, поколения, скажем, вот те, кто заканчивает сейчас школу и так далее, им, естественно, будет гораздо легче и быть, строить, как бы, новые представления, следовать новым законам, получать новое образование и так далее, и так далее. И вообще становиться тем обществом, к которому мы стремимся. То есть Моисей не зря водил 40 лет евреев по пустыне. Понятно? Это понятно, это очевидно. Но давайте немножко о другом поговорим. Вот смотрите, мы говорим сейчас о нашем опыте реформ. В то же самое время сидит любой президент или правитель какой-либо страны постсоветского пространства, смотрит на Грузию и видит, да, какие-то элементы гражданского общества развиваются в Грузии и так далее и тому подобное. В результате кто-то воспользовался этой ситуацией, кто-то пытается дестабилизировать ситуацию. Был опыт ноября 2007 года, был опыт весны 2009 года. То есть само построение гражданского общества это достаточно сложная вещь. Болезнь. Что должно подвигнуть ту же властную элиту на постсоветском пространстве для того, чтобы перенять этот опыт? И вообще стоит ли им перенимать этот опыт? Ну, каждая страна имеет свое государство, свое правительство, они выбирают его. И те люди, которые выбираются, они решают потом будущее этой страны. Как выбирают этих людей и что они потом в итоге решат? Киркер, поймите меня правильно, я не хочу вмешиваться в дела какой-либо другой страны. Я немного по-другому поставлю вопрос. Трудно сказать сейчас, что в Туркмении строилась бы демократия. Трудно сказать. То есть в Укуямовский конец истории вы не верите, что в конечном итоге республиканизм и гражданское общество победит во всем мире? Я сомневаюсь в этом. Понимаете? Так, Виктор, есть какие-то ремарки по этому поводу? Что может быть главной движущей силой для того же Лукашенко, чтобы провести реформу Илья Януковича? Я думаю, что слова Толстого, что все счастливые семьи счастливы одинаково, все несчастны по-своему. Да, это очень свойственно целым народам. И в данной ситуации есть какие-то традиции, какие-то нормы, которые устанавливаются в народе. Одни считаются терпилами, другие по каждому поводу. Пассионарные. Да, пассионарные или не пассионарные. Я не знаю, и никто не знает из нас, как долго может держаться какая-то власть. Потому что она может, как в Тунисе, выглядеть наиболее стабильной и нормальной. Да, на самом деле там злеют процессы. Злеют какие-то процессы, которые для нас могут быть невидными и очень далеко от них. А может быть, напротив, власть, которая кажется совершенно невозможной, какая-нибудь там Северная Корея, а тем не менее они держатся десятилетиями, будут держаться, судя по всему, еще очень долго. То есть у каждого общества своя история. Я как сторонник австрийской школы думаю, что мы не можем абсолютно, так сказать, получить какое-то такое определение этого общества, его будущего, его истории. Он зависит от слишком большого количества факторов. Ну, тут я согласен. Вот у меня же, ну, вы знаете, да, что мой блог, он такой более, как раньше писали в видеопрокатах, жизненный. То есть у меня очень много людей, которые примерно того же социального статуса, у них там дети, семьи и такие же проблемы. В общем, мы очень редко говорим о политике, но вот о социальных каких-то вещах и об улучшении жизни, это всем интересно. У меня есть несколько френдов из Армении, и вот я хочу сказать, что в те дни, когда у нас, значит, в 2004 началось, все это революция и так далее, и так далее, боже мой. Ну, вы же знаете, это, значит, очень милое противостояние, такой вот антагонизм грузинско-армянский. Сейчас его не понимают в России. Да, да, но он такой вот на самом деле очень человечный и очень... Ну да, милые броняцы только чутешутся, это называется. И вот я читала у своих френдов, что какие грузины молодцы. Ну, еще неизвестно было, как это все пойдет, но все-таки уже одно то, что вот как бы это возможно, со всем рядом, им и так похожи, им тоже хочется, говоря простым человеческим языком. Так, тогда сразу же перейду немного на другой вопрос. В каких странах наиболее возможны вот реформы? Скажи так, реформы в Грузии, которые проходят, это вестернизация. Это классическая вестернизация, которая происходила в свое время и в других странах. Сейчас это проходит у нас. В каких странах еще возможны, на постсоветском состоянии, наиболее вероятны? Вот мои украинские друзья, они все время говорят, ох, Ющенко, у него был карт-бланш, он мог сделать такие же реформы, как и у вас. У него было и деньги, у него были деньги, и доверие населения, и доверие со стороны Запада. Не было желания этого сделать. Все, что он сделал, он разрушил то, что даже было. На самом-то деле я не согласен с вашими украинскими друзьями. Скажу другое, Ющенко это человек, который руководил другой формации, то есть Ющенко свою историческую задачу выполнил. Ну, не знаю, мне тоже нравится, что мог сделать лучше. Ну, я-то Янукович это... При наличии в Грузии. Ну, в том-то и дело, сейчас украинские политики часто, когда Грузию постараются перенять часть реформ, которые происходят в Грузии. То есть, все-таки, мне кажется, что Янукович это президент формации такой стабилизационного периода. Не знаю. Следующий может быть. Ну, нет, Украина, да, Армения, да? Ну, во всяком случае, я не знаю, как... Настроение есть. Настроение? Нет, мне кажется... Надо сказать, что... Да. Да, да, да. В России сейчас тоже многие реформы, которые происходят в Грузии, они их читают, изучают. И кое-что уже используют у себя в России. Это так, незначительное. Детали. А разница основная между их модернизацией и нашей стабилизацией? У них вся эта система сделана на силовиках. Если они их начнут реформировать, эти силовики могут пойти против власти. А это никому не нужно. А у нас разве не на силовиках здесь? Да, но у нас тоже... У нас слишком большая страна. И ее очень будет трудно контролировать без них. Я бы сказал, я думаю, что в России модернизация идет иначе. Она, как когда-то, Буковский очень точно определил Россию, историю расширения России. И поскольку Россия очень велика, какие-то там были естественные границы, с одной стороны Германия, Австро-Венгрия, с другой стороны Турция, Китай, дикие племена, Россия расширялась таким образом. Народ бежал от власти, и власть бежала за народом, заполняя все пространство, на которое она могла разлиться. Пробедительно тот же самый путь, по которому происходит модернизация. Экономика падает, и власть бежит за экономикой, пытаясь ухватить ее падающие. Это не попытка построить какую-то модернизацию, это попытка не уронить от земли то, что пытается ее взять. Сделать эффективным. Тогда давайте идем на экономическую. Я бы хотел сказать другой аспект. Когда говорили о том, где возможно, мне кажется, единственная страна, где это возможно, это Казахстан. Причем в Грузии очень часто любят говорить о Грузии, как о стране сингапурского типа. Мне кажется, что Казахстан имеет гораздо больше шансов стать страной сингапурского типа, а Грузия имеет другой аналог, скорее исторический. Это джексоновская демократия в 40-х годах 19 века в Америке. Но, к сожалению, очень мало сравнивают. Здесь я вижу гораздо общего между тем, что происходит в Грузии и президент Эндрю Джексон, возможно, величайший американский президент в 40-х годах, который сделал очень много для того, чтобы Америка стала великой страной. То есть Казахстан, как Новый Сингапур. Кстати, есть кто-нибудь из таких активных френдов в Казахстане? В Казахстане из очень активных нет. И, в общем, видимо, они живут в Киргизстане. У меня есть Казахстан. В Казахстане запрещен live journal. Я правильно? Интересный факт. Нет, кажется. Интересный факт. В Казахстане запрещен live journal. Он запрещен из... Там блоги, чаты, форумы приравнены к СМИ. То есть у нас нет, в общем, напрямую связи с Казахстаном. Хотя пример с Казахстаном очень интересный. А, Виктор, вопрос к вам по экономической политике. Вот что для вас в экономическом блоге самое главное? Для меня, вы знаете, что... Я, с моей точки зрения, европейцы пытаются затормозить Грузию. Есть разные этому причины. Абсолютно, очевидно, согласен с вами. Мы можем говорить об этом, почему Европа не хочет роста Грузии. Приблизительно потому, почему Европа подавлялась Швейцарию сейчас в разных процессах. Почему ведутся какие-то процессы против Лихтенштейна. И четыре требования, которые там выдвигают Грузии, тому хороший пример. Почему? Ясно, что при выполнении этих требований Грузия не сможет развиваться высокими темпами. В лучшем случае она будет поддерживать темпы, которые имеет восточный... Давайте озмучим для телезрителей все-таки эти четыре требования. Ну, четыре требования. Это антимонопольное законодательство. Четыре требования о ужесточении законодательства по авторскому праву. И еще одно требование. Это расширение законодательства по трудовому законодательству. И еще какое-то такое четвертое требование. Да, тоже из той же серии. Причем очень часто многие люди выступают, не очень хорошо понимая проблемы, которые это ведет. Что такое трудовое законодательство? Многим людям кажется, что трудовое законодательство поможет нуждающимся людям жить. Хотя оно было создано для того, чтобы отсечь нуждающихся людей и умирать в голоде. И такое законодательство пытаются ввести сегодня в Грузии. Понятно почему. Или антимонопольное законодательство, когда не было такой дешевой транспортировки товаров из страны в страну, оправдывались этим, заявляя, что в стране может развести монополия. Как может развести монополия, когда сегодня в эту страну очень легко импортировать товар через таможни и так далее. Это другой разговор. Любой закон, он призван не столько защищать потребителя, сколько защищать какое-то конкретное лицо. Кстати, если мы перейдем к минусам парламентской формы правления, это именно в этом, что когда есть парламентская форма правления, существуют конкретные лобби. И эти лоббистские группы, они начинают лоббировать конкретные интересы конкретных групп. В итоге мы получаем не совсем... Проблема даже не столько в лоббистских группах, сколько бывает еще другая ситуация. Растворенная ответственность за решение. Решение приняли большинством голосов. Значит, нет персоналий, которые несут ответственность за это решение. И более того, иногда, как я вот слышал, потрясающий пример, когда много лет назад заставили государство, заставило продать человека кусок канала, в котором были ядовитые захоронения, частный человек отказывался его продавать, потому что он знал, что там ядовитые, на этом ничего нельзя строить. Его принудили продать. Он сказал, что он денег за это не хочет, он хочет получить один символический доллар. И через много лет, когда выяснилось, что там ядовитые отходы, начали решать, кто виноват. Долго решали, кто виноват, что на этом месте построили школу. И что сделали, что выяснили. Кто оказался виноват? Не государство, которое в Америке... А нашли этого частника, который показал кучу документов, что я заявлял, нельзя там продавать за один доллар. Тем не менее, он был сейчас обвинен, его компания была обвинена, его разоряют через 30 лет после того, как это произошло. То есть мы видим, как это бывает при государстве, и такой подход хотят навязать груз. Но это, скажем так, то, что нам навязывается извне. И речь шла речь о том, об акте свободы, который пока еще не принят, в общем-то, но это очень... Большая надежда, что он будет принят. Большая надежда. То есть две вещи все-таки мы имеем. Большие инфраструктурные проекты, создание физической оппозиции и надежда на то, что у нас будет акт свободы. Кстати, акт свободы очень серьезно был воспринят либертарианцами, вообще русскоязычными. Сейчас мы оба имеем к этому какое-то отношение. Акт свободы действительно был воспринят очень серьезно, и все надеются на то, что мы обязательно его примем. Но сейчас такой вопрос. Грузины начали платить налоги. Вам не кажется это что-то странное из области фантастики? То есть в свое время о каких налогах вообще могла идти речь? Можно? Я не бизнесмен, у меня муж бизнесмен. Поэтому у нас такое разделение в семье, что я такой критик, а он оптимист, ему все нравится. Он, человек, который занимается своим бизнесом с 98-го года, то есть буквально по его хребту проехали все какие-то преобразования реформы, он счастлив. В том смысле, что налоги абсолютно разумные, нормальные, ему совершенно не ломает себе голову. Абсолютно, естественно, вся бухгалтерия с того момента, как произошла революция белая, налоговая, они ее даже не видят практически. То есть там какие-то документы отправляются по интернету и так далее. То есть минимизировано общение, минимизирован дискомфорт. И в общем, как бы с государственным отношением, да. Я не знаю, честно говоря, мне кажется, извини, с кем-то я разговаривала. Но вот есть люди, которые, скажем, считают, что в Грузии налоги все-таки больше, чем они должны быть. Нет, ну мы это считаем, это однозначно забавно. Тут другой момент. Мы же стали платить налоги не потому, что мы стали такими хорошими, мы стали платить налоги в результате жесткого очень администрирования. Вопрос такой, вот сколько вы общаетесь с очень большим количеством людей. Понимают ли те, которые хотят реформы, что за все надо платить, что определенная плата за это, это соблюдение закона. И если закон будет нарушен, то могут и наказать. Определенная плата за это, вот допустим, в мэрии Батуми было до революции 300 сотрудников. Сегодня в мэрии Батуми 70 сотрудников, представьте себе. То есть часть людей остается без работы, которая, ну, не производительный сектор. Понимают ли это люди, те, которые хотят реформу у себя, те, которые хотят улучшение? Те, которые хотят реформ, они понимают. Но многие люди хотят просто легче, чтобы жилось. А это не всегда совпадает с реформами. Когда вот гаишник до войны, до революции у нас останавливал и брал 2 лари за нарушение. Это было удобно и дешево. Но когда тебя патруль останавливает, тебе выписывают штраф в 50 лари, хочешь, не хочешь, надо платить штраф. И поэтому люди должны знать, что за реформу, за правопорядок, за то, что у тебя государство тебя и защищает, с одной стороны, и тебе создают какие-то благи, ты должен платить. Небольшое резюме. Небольшое резюме. Вот просто вопрос, очень короткий ответ. Приемлемы ли реформы, которые проводятся в Грузии сегодня, в эстернизации, для других стран постсоветского пространства, как вы считаете? Ну, я думаю, пока нет. Они люди не готовы. То есть неприемлемы. Смотря в какой-то стране. Я отвечу, но прежде я хочу сказать по поводу жесткого администрирования. Я думаю, что администрирование не такое уж жесткое, потому что раньше было, скажем, бандитско-воровское администрирование, которое было. А что касается реформ, возвращаясь, я думаю, что это вопрос, который может измениться за считанные месяцы. Спасибо. Я считаю, что, например, в Украине и России совершенно точно люди очень многие успешные реформы очень хотели бы видеть у себя. Другой вопрос, что мы сами здесь находясь не совсем до конца понимаем. Ну, вот обыватели, скажем так, я не говорю о людях, которые профессионально этим занимаются. Что можно считать? В каких областях у нас абсолютно безоговорочно успешные реформы, а в каких нет, а в каких мы застряли? Понятно. Очень было интересно с вами разговаривать. К сожалению, в наше время очень быстро истекло. Огромное спасибо всем вам. В эфире была программа «В узком кругу». С вами был я, Гилл Айвасазов. До встречи через неделю. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...